Я приветствую вас, братья и сестры! Я не знаю, как вы чувствуете, но я особенно сегодня чувствую такое место священного Писания, где апостол Павел пишет о дарами и говорит, старайтесь ими обогатиться к назиданию церкви – дарами. Вот, братья и сестры, даров у нас нет, что ли? Или мы обленились, лукавый, ленивый, раб. Вот сколько человек, несколько десятков. Братья и сестры – это какое-то сонливое состояние. Пусть кто-нибудь другой. Вот я уже старый человек, порой смотрю, думаю, ну пойду что-нибудь там, стих какой-то прочитаю. Думаю, ну молодежи сколько, сколько молодых людей. Братья и сестры, запоминайте, Слово Божие говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Вот поймите, пред лицом Бога пишется памятная книга о боящихся Его и чтущих имя Его. Вот мы сидим сейчас, а пред лицом Бога пишется книга о боящихся, о сидящих здесь. И когда присвитер говорит, ну, братья и сестры, есть у кого? А у нас ничего нет. Я не верю, что у нас ничего нет. Мы просто немножко думаем, да, кто-нибудь другой пусть. Это такое состояние, даже это не скромность. Это, скорее всего, может быть, такое, знаете, беспечность, равнодушие. Ну, просидим и ладно. Вот, братья и сестры, когда церковь наполнена дарованиями, мы же насыщаемся, мы же назидаем друг друга этим. Кто-то рассказал, кто-то спел, кто-то псалом прочитал. Это все будет к назиданию. Я просто хочу пробудить наше состояние. Нам в вечности придется отвечать за прожитые на земле годы. Придется отвечать. Пусть Господь благословит. Мы с вами продолжаем рассуждение о Слове Божьем. Мы откроем послание апостола Павла к Ефесянам. Четвертая глава с 20 стиха. Ну, чтобы увязать 20 стих с предыдущим, я прочитаю немножко раньше, рассуждать мы будем о 20 стихе и далее. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облиться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истинной. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающему. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». 20 стих говорит, «Но вы не так познали Христа». Братья и сестры, почему я прочитал предыдущее, что уже рассуждалось на прежнем разборе, мы никогда не должны забывать, что это послание относится к Ефесянам, город Ефес в Малой Азии. Если вы помните, там был величественный храм Артемиды Ефесской. Эти люди служили этому идолу. В деяниях апостолов есть такой пример, именно произошедший в Ефесе, когда Павел проповедовал людям, и буквально вся Азия была наполнена проповедью Евангелия. Это настолько действенное было служение апостола Павла и его сотрудников, что там написано, вот в Ефесе там были серебряных дел мастера, которые делали изображение храма Артемиды, или ее иначе еще называли Дианой. И вот когда они делали, это продавали, каждый дома ставил этот храм, этого идола, и дома как-то поклонялся. Этим занимались ефесяне. Они вели крайне распутный образ жизни. Крайне распутный. Не забывайте, что это греческая культура. Греческая. Вся история древнего мира, она говорит о том, что именно в Греции, и где культура греков была принята, было наибольшее развращение. И вот апостол Павел, видя все это, и говоря слово жизни, и пробуждая людей, он, наконец, пишет им, вы не так познали, как эти люди. Братья и сестры, эти люди тоже поклонялись Богу. Они считали себя религиозными. Не забывайте, несколько веков раньше был в Греции знаменитый философ Сократ. Его приговорил суд к смерти за атеистическое понимание. Он как бы считал этих идолов ненужными. И его, он был очень знаменитый, и суд осудил его на смерть, что он потерял веру. Я этим хочу показать, что они верили как-то, верили этим идолам, верили этому разврату, распущенности. Они жили так. Это ефесяне, друзья дорогие. И Сократ вынужден был выпить чашу яда, и умер. Такая его смерть. Знаменитый философ Сократ. Сократ. Который когда-то сказал, скажи, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Это выражение Сократа. Поэтому, братья и сестры, обращаясь, Павел, к церкви, вы не так познали Христа. Вот, братья и сестры, аналогия сегодняшнего мира. Мы живем в последние времена. Вот это развращение или свобода действований, она наглядна сегодня для всех. Мы очевидно это видим. Люди с бесстыдством хвалятся своими, ну, я бы сказал, греховными достижениями. Вот эти пороки, они вышли, они буквально заполонили все кругом. Так вот, братья и сестры, к нам обращение. Мы не так познали Христа. Мы имеем отличие от этой массы. Оно должно быть очень видимо и очень очевидно. Очевидно. Я хочу сказать, братья и сестры, вот когда мы читаем Слово Божие, не все понимали Христа как нужно. Если вы помните в Евангелии от Иоанна в шестой главе, шестая глава, там начинается шестая, седьмая, восьмая, где у Христа идут такие состязания с фарисеями, когда они вокруг жили, они, знаете, доисквались к Нему. Они хотели уловить Его в Слове. И когда Он сказал, кто не будет есть плоти Сына, и пить крови. Помните это выражение? И это всех их привело в недоумение. А Христос еще дважды повторил. Я даже, когда раньше читаю, думаю, Господи, зачем Ты повторяешь? Ты видишь, обстановка нагнетенная. А Христос повторил. Это суть, основа Его учения. И когда Он это сказал, там написано, что многие из учеников Его они сказали, кто может слушать эти слова, и написано, отошли от Него, и больше не ходили за Ним. Вы не так познали Христа. Вот они не так познали Христа. Христос этим выражением, кто не будет пить крови, есть плоти, хотел показать, братья и сестры, мы должны жить духовно Христом. Он должен войти в нашу жизнь, в наши мысли, в наше поведение, в наши действия. Он должен быть все во всем. Если у нас этого нет, мы так, может быть, поверхностно, как эти ученики. Они шли за Христом, они слушали, они внимали, они удивлялись, а потом говорят, нет, дальше не будет, нет, 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 это невозможно. Мы больше слушать не будем. И ушли от Него. Друзья мои дорогие, мы вступаем в эти времена, когда истинное христианство, оно будет в посмеянии. Когда нам трудно будет жить на этой земле, мы уже это испытываем. Ну, как будто, ну, есть такое выражение, на нас смотрят, как на белую ворону. И уже сегодня звучит такое, вот это доктринальное, консервативное христианство, оно путается между, оно мешает нам. Братья и сестры, мы это уже слышим, такие выражения. Поэтому наша задача – познать Христа, так, как говорит Слово Божие. Следующий стих, как вы посмотрите, 21 стих говорит, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так, как истина во Христе. Братья мои и сестры, есть такое местописание, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Вот, братья и сестры, те, кто истинно, правильно уверовали, это Христос молится в своей первосвященнической молитве в 17 главе Евангелия от Иоанна. Вот тех, которых ты дал мне, я передал им, и они приняли, они уверовали. Вот, братья и сестры, мы должны сегодня настолько принять Слово Господне. Не так давно я здесь в Америке разговаривал с одним братом, который так ревнует о Слове Божьем, о церкви, это не в нашей церкви, это далеко от нас, и он мне рассказывает, я говорю, он порой мне звонит, задает вопросы, вот это я ему говорю, он говорит, ну а как вот людям объяснить? Я говорю, как, показывай на Слово Божьем? Они говорят, не так понимаем. Вот это для них основа, это верующие люди. Когда, я им говорю, ну так написано, а мы, говорят, иначе понимаем. Когда мы ставим свои понятия выше Слова, мы не так уверовали, мы неправильно веруем. Друзья мои дорогие, вот есть интересное место, прекрасное, это первое послание Иоанна, пятая глава, с девятнадцатого стиха, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Вот братья и сестры, да еще две тысячи лет назад так Иоанн написал, мы знаем, мы это знаем или нет? что мы от Бога, если только, написано, не тщательно уверовали, и что весь мир лежит во зле. Слушайте дальше. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Это правильно, познание, братья и сестры. Вот обратите внимание, Он дал нам свет и разум, свет и разум. Я понимаю истинное познание Господа, когда Он входит в нашу жизнь, но настолько нам это все, мы всегда принимаем абсолютно все Слово Божие. Почему? Потому что Господь просветил наш разум, Он дал в наше естество свет, написано, Он озарил наши сердца. Я вспоминаю, вот братья и сестры, в жизни в Казахстане, когда я работал на производстве, у меня было очень много бесед. Кругом люди работали, они всегда мы вот, и вот интересно, когда людям говоришь, они говорят, ну, слушай, Николай, а что, Бог есть, ты как можешь доказать? Вот они задают вопрос, им трудно понять. Они не имеют света в разуме, они не просвещены. И я обычно отвечал им так, знаете, друзья дорогие, вот мы сидим со мной, вот вы видите, у меня пять пальцев. Скажите, мне надо доказывать, что у меня пять пальцев? Они говорят, ну, зачем? пять пальцев. Вот так для меня ясно, что есть Бог. вот как вам видно, что у меня пять пальцев, и оно не требует доказательств, вот так внутри моем есть такое твердое убеждение, что Бог есть, потому что я вижу природу, я вижу окружающие, я читаю Слово Божие, оно исполняется. Вот, братья, сестры, Он дал нам свет и разум. Я хотел бы, чтобы мы на этом крепко держались. Следующий стих 22 Истинного Иисуса Христа Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Вот, братья, сестры, каждое слово имеет значение. Обратите внимание, смотрите, прежний образ жизни ветхого человека, этот ветхий человек истлевает. Может быть, нехорошее сравнение, нехороший пример, бывают где-то, бывают такие случаи, мы купили мясо, но здесь в Америке это проще. Помните, наши времена, когда не было холодильников, хранили в подвалах, воду и тому подобное, и где-то мы положили килограмм мяса и забыли про него, а через неделю мы слышим, что нельзя войти в комнату. Бывает такое? Истлевает. Скажите, подскажите, можно исправить это мясо? Надо немедленно его выбрасывать. Оно же испортилось, оно истлевает, и там уже есть ядовитые вещества, и его кушать категорически запрещено. Братья и сестры, сравнение ветхого человека. Вот сколько ветхого человека, не умывая, не причесывая, не прилаживая, он истлевает. Люди не могут понять истину, потому что они в пороках, в этих похотях истлевают. Они их держат в рабстве, в рабстве, истлевающего в похотях. Так вот, братья и сестры, если Господь осветил наш разум, что мы понимаем, что есть путь, Христос открыл, что есть возможность освобождения. Это надо сделать шаг ко Христу, это надо пригласить Его в свою жизнь, и тогда Христос меняет всю нашу внутреннюю обстановку. Но здесь одно но. Мы должны желать отложить ветхого человека. Мы устали. Вот, братья и сестры, я просто хочу сказать немножко раньше, как мы понимали, что такое есть истинное покаяние. Ну, одни говорят, ну, истинное покаяние, наверное, надо сказать, что есть Бог, я думал, нет, ну, есть Бог. Братья и сестры, истинное покаяние человека, исклевающего в похотях своих, когда он видит себя крайне грешным. Вот он увидел себя в какой-то момент, какой я негодяй, какой я страшный, вот как это мясо испорченное. Он должен себя увидеть, тогда он бежит, падает, у его одно, Господи, прости меня, Господи, я негодный человек. Вот это есть истинное покаяние. И как бы мы не были с вами культурными людьми, бывают люди культурные грешники, они ходят в галстуках, они очень грамотные, они, знаете, так вежливые, а бывают бескультурные грешники, бомжи, пьяницы, они очень бескультурные, а культурные грешники, они больше грешат, но они это делают интеллигентно и тайно, они точно так же истлевают в этих похотях, они точно так же. Поэтому, братья и сестры, когда человек просвещает, а как он просвещает? Словом Божьим, Слово Божье живо и действенно, оно проникает. Вот почему Христос так говорит, идите и проповедуйте Евангелию. Я недавно в какой-то брошюрке христианской прочитал, что сегодня люди пытаются любыми путями и доказательством убедить людей прийти ко Христу. И дальше написано, нам, христианам, нужно не убеждать людей, а проповедовать Слово Его. Проповедовать нам нужно говорить это Слово, а Слово само, оно живо и действенно. Когда человек слушает это Слово, оно будет работать в нем, пробуждать, если только человек не будет ожесточенный. Вот у нас есть примеры, Павел пишет, вот как во время ропота, мы вот во вторник как раз проходим послание к евреям, и там написано, израильтяне, они видели абсолютно великие чудеса, они каждый день видели, но они ожесточились, они обольстились грехом, они роптали и негодовали, и из вышедших взрослых людей с Египта только два человека вошли в обетованные земли, остальные пали костями в пустыне. Поэтому, братья и сестры, отложить вот этот образ ветхого человека, это наша задача, наше желание должно быть, мы сами не отложим, у нас на это нет способности, я много видел людей, неверующих, которые пытались исправить свою жизнь, они заключали договор, и это нередко было в моем присутствии, они говорят, ну, Николай, как, получится у нас, говорю, не получится, не получится, вы рабы, вы сами это не сделаете, вы должны попросить Господа Иисуса Христа, если Сын освободит, истинно свободны будете, вот это нам порой братья и сестры не достает, кто-то следует за Христом, вроде хорошо, но он не отдает своего сердца, он находится вот в старой греховной природе. Отложить, вот еще, братья и сестры, есть такое место Писания, отложить образ ветхого человека, когда мы открываем послание Титу, 2 глава, 11-12 стихи, говорят так, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человека, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Так написано, братья и сестры, вот мы, когда приближаемся ко Христу, мы познаем благодать Божию, благое даяние. Он дает нам искупление, он освобождает нас от греха, он дает нам усыновление. Братья и сестры, мы получаем это, мы имеем обетование вечной жизни, и что характерно, он дает нам залог Духа. Братья и сестры, залог Духа это свойство для нас, способность побеждать вот эти похоти. Но у нас должно желание. Явилась благодать Божия с неба для нас, чтобы нам поднять, нас от земли поднять к небу и дать нам чувствование Господа Иисуса Христа, но от нас должно одно, отверг, посмотрите, как написано, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти. У нас должна быть кардинальная перестройка нашей жизни. Если мы этого не сделаем, порой мы идем ко Христу, порой мы хотим быть христианами, но мы тянем за собой наши похоти. Кто-то ворует, кто-то выпивает, кто-то сквернословит, и мы этот багаж тянем. Братья и сестры, не будет успеха для такого Дитя Божия или христианина. Он обязательно где-то сковырнется. Почему? Он не отказался от нечестия мирских похотей. Он еще где-то... Вот, братья и сестры, у каждого из нас и у людей есть какие-то такие привычки, которые мы сильно любим. Есть такие привычки. Кто-то любит поспать хорошо, и когда утром идти на собрание, не пойду, вечером пойду. Это привычка. Похотливая, нехорошая, но мы ее держимся, мы не хотим идти. Кто-то имеет другое, и вот мы должны в себе самом вот эти похоти наши недобрые, грековные убрать, отложить, отвергнуть нечестия и мирские похоти. И тогда Господь дает нам силу целомудренно, это касается нашего тела, праведно, это касается нашей души и благочестиво это касается нашего духа, жили в нынешнем веке. И поэтому апостол Павел говорит, когда мы читаем первое послание Фессалликицам, в четвертой главе, там в конце, чтобы ваш дух и душа и тело сохранились без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Господь хочет, чтобы мы это имели, имели. Это говорит двадцать четвертый стих. Читаем двадцать третий. Читаем двадцать четвертый. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. Братья и сестры, при покаянии что-то происходит внутри человека. Здесь написано созданного по Богу. Что-то происходит. Ну, мы обычно говорим это возрождение. Обновиться надо. Перестройка человека. И когда, ну, если правильно, или ближе подойти, если мы верим, что человек трое-три единый, дух, душа и тело, и в момент искушения Адама и Евы в Едемском саду, Господь сказал, когда вы вкусите, вы смертью умрете. Братья и сестры, они умерли, как только вкусили. Но они еще прожили девятьсот тридцать лет, Адам прожил. Еще прожил. А духовно он умер. Братья и сестры, человек умирает духовно, дух, душа и тело все мертвы. Только каждое свое время. И вот для того, чтобы, братья и сестры, создать нового человека, вот почему нужно проповедовать Слово Божие. Вот представьте, что я грешник, наркоман, к примеру. И вот пришел на собрание, братья проповедуют. Если не поверуете, погибнете. Вот это Слово начинает бить в мой разум. Оно стучит в мое сердце, братья и сестры. И когда я прихожу в ужас, потому что Слово Божие, оно живое и действие. И тогда происходит, когда я иду навстречу. Ну-ка, вспомните наши времена жизни в Советском Союзе. Вот мы жили в Казахстане, порой целыми неделями не было света. Темно. Темно. Едешь вот на машине по трассе, все аулы, деревни, темно. И мы заходим в дом, берем спичку и свечку зажигаем. Вот это происходит в человеке. Когда человек подвержен мерзостям, похотям, и слушает Слово Божие, и раскрывает сердце и впускает его, в человеке загорается свечка. Это дух человека. Так и написано, ты, о Господе говорится, ты возжигаешь светильник мой. В человеке загорается дух человека. Это внутри нас происходит. И человек мгновенно начинает иначе смотреть. А как я это не видел? Да ты не видел? Ты во тьме жил. А теперь загорелся светильник дух человека. И он начинает говорить душе. Братья сестры, происходит покаяние души. Совершает покаяние душа. Это губернатор человека. Она истинно по своей воле призывает Господа в свое сердце. И когда Господь входит, друзья дорогие, создание нового человека. Помните, мы с вами проходили в 3 главе, кажется, 16 стиха, тут у Ефесян нам написано, да даст вам по богатству славы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке вашем верою вселиться Христу в сердца ваших. Вот это происходит. И тогда душа, как губернатор, она повелевает телу. Все кончено, кончай свои наркотики, кончай пьянство, мы будем служить Богу. Вот что происходит. Создание нового человека происходит по милости нашего Господа и облиться в нового человека и обновиться 23 стихе, и обновиться духом ума вашего 24, и облиться в нового человека, созданного по Богу праведности, святости и истины. Вот, братья и сестры, я хочу немножко возвратиться, обновиться духом ума вашего. Вы никогда не сталкивались с неверующими людьми? Ну, по любому вопросу. Ну, допустим, по вопросу распутства, по вопросу пьянства. Вы посмотрите, как они защищают свою позицию? Вы посмотрите, как сегодня во всем мире защищают самое страшное развращение и однополые браки? Я даже стыжусь называть имена вот этих пороков. Их защищают на высшем уровне? Это считается нормально? Я недавно прочитал в таком, знаете, вот мы сегодня говорим о добрачном сожительстве, как грехе. Сегодня молодежь, мира этого, она вся погрязла. И я сегодня дерзаю сказать, оно проникает в церковь. церковь. И сегодня нам медики, сегодня светило науке, говорят, да это нормально положенить, пока человек не женится, не выйдет замуж. Вы меня простите, они говорят, а пусть перебесится, а потом будет жить нормально. Это стратегия этого мира, это философия князя мира, князя мира. так для того, чтобы правильно надо обновить наш ум. Ум-то наш старый, мы слушаем вот это, интернет нам говорит, телевидение, и мы говорим, правильно, жить надо свободно, раскованно, а когда будет семья, тогда будем думать. И люди все ниже и ниже обновиться ум наш. Как это обновиться? Истиной. Припоясав чресла ума вашего. Привязать. Вот знаете, ну это солдатское выражение. Я служил в армии. Это самое главное для солдата быть припоясанным, да еще крепко затянутым ремнем. Если ремень мой слабый, я получу пару нарядов вне очереди. Так вот припояшьте чресла ума вашего. В другом месте написано припояшьте истинное Словом Божьим. Бог хочет наш разум обновить. Мы должны совершенно иначе смотреть на эти вещи. Эти вещи. Вот простой пример, братья и сестры, это я в свое время пережил. Один из моих родственников, у него была свадьба. Я был молодым, верующим, уже был членом церкви, еще, наверное, не проповедовал, не помню, уже давно это было. И мне говорят, ну, ты придешь на свадьбу? Ну, как, ну, наверное, приду, куда же брат женится. Вот я пришел на эту свадьбу, сижу, они сразу встают, встают, самый там главный из них, как торжественно, поднимают рюмку, они все берут рюмки, встают, а мне что делать? Братья и сестры, я единственный был, который не принял. Они так на меня смотрят, вроде, да что ты? Некоторые начинают убеждать, ну, это ж, это ж такое, знаете, братья и сестры, у них ум повернутый, они понимают иначе, а мой ум обновленный. Господь обновил его словом, он открыл мне глаза, что это греховно, что это распутство, но они этого не понимают. Братья и сестры, вот здесь мы порой пасуем, перед массой, это на работе случается, не только касаясь выпивки, других моментов, когда нас толкают на греховные действия, и нам говорят, все так понимают, живем мы в такой обстановке. Припаяшьте чресло ума вашего и облечься в нового человека. Интересно, братья и сестры, итак, кто во Христе, тут новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я просто хочу задать вопрос, братья и сестры, мы ощущаем в себе новое? Как это понять, новое? Ну вот, нас смотрим выпивки, смотрим мы ложь, неправду, нас не увлекает это? Если мы стоим на фундаменте Божьем, если мы, наш разум просвещен, друзья мои дорогие, мы легко будем смотреть так, как говорит нам Слово Божие. Если мы не просвещены, вот, братья и сестры, зачем мы сегодня пришли? Получить назидание. Почему так мало сегодня пришло? Равнодушны. Я не всех говорю, кто-то действительно по работе, но я почему-то думаю, 50% не пришедших на собрание, не пришли по привычке. А, там, что делать в пятницу? В воскресенье пойду. Это братья и сестры говорит о том, что мы скатываемся по наклонной в плотские немощи. И поэтому мы часто духовно хромаем, духовно хромаем. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом и облиться в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины. Вот, друзья, дорогие, мы даже порой не представляем, что Бог делает с нами. Вот, представьте, к нам, я никогда не забуду, там у нас в Чемкенте стал ходить на собрание один человек, он вышел из тюрьмы, стал ходить на собрание, покаялся, а потом пожелал принять крещение. И вот, когда мы с ним беседовали, я тогда уже был один из присвятеров, начинаю говорить, «Ну, брат, скажи, ну как ты, что ты делал в жизни?» И он так посмотрел с улыбкой и говорит, «Вы лучше спросите, что я не делал в жизни? Все самое греховное, мерзкое, грязное. Я 17 лет сидел в тюрьме, я дошел до самого низа, до самого низа». Братья и сестры, я вот, когда слушал, я думаю, «Господи, ну, вроде бы, не дошли до такого, мы в юности пришли к Богу, этот человек за свои преступления 17 лет отсидел». И теперь, когда Господь пробуждает и обновляет его разум, братья и сестры, что Господь делает? Он снимает вот эту греховную одежду, созданную по Богу. Он дает новое сердце, он обновляет наши мысли, он дает нам новое направление. Это ж подарок от Господа. Мы порой, братья и сестры, не думаем об этом, мы просто забываем, сколько милостей нам Господь оказал, что мы здесь, что мы не в мире, что мы имеем обетование. Поможет нам Господь в этом. Читаем дальше. «Поэтому», слово «поэтому» говорит, раз с вами произошло, вы отвергли ветхого и сливающего человека, вы избрали новый путь, вы обновились духом ума вашего, вы пережили создание нового человека, поэтому теперь уже, братья и сестры, Господь что-то требует с нас. Он на нас возлагает какую-то ответственность, теперь вы пошли этим путем, поэтому отвергнив, но в ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Может кто-то сказать, ну, здесь такое, ну, ложь там немножко, обратите внимание, восьмой главе Евангелия Атеана, сорок четвертый стих, когда Христос, окружающим его фарисеями, саддукеем, когда они били себя в грудь и говорили мы семя Авраама, мы от нелюбодеяния рождены, а не так, знаете, весомо это говорили Иисусу, мы имеем обетование Авраама, и Христос им тогда сказал, ваш отец дьявол, и вы хотите делать дела отца вашего, он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, потому что он лжец. Братья и сестры, это состоит, ложь, это царство на земле, и дьявол вводит это. Вот почему, братья и сестры, когда мы открываем книгу Откровения и 21 главу, и 22, и там, когда, особенно в 22 главе, когда Господь, уже там показана вечность, Он призывает святой, пусть освящается, неправедный, пусть творит свою неправду, и потом написано чародеи, гадатели, прелюбодеи, убийцы, в озере горящим огнем и серою, и там написано и всех ржецов, любящих неправду, в таком смысле, я, может, не все, всякие, любящие делающие неправду, хорошо, отсветили. Вот, братья и сестры, сегодня мир погрузился в ложь, дьявол настолько запутал человечество, оно идет в постоянные лжи, и теперь мы, познавшие истину, просвещенные, получившие обновления, он говорит, а вы теперь, отвергнувший ложь, говорите истину ближней каждому своему. Братья и сестры, мы всегда истину говорим. Бывает, ложь очень тяжелая, когда из-за лжи, когда мы клевещем на кого-то, необоснованно, и может кто-то за это лишается жизни или свободы, а бывает ложь такая незначительная, ну, как в пятой главе Деяния апостолов, Сапфира и Анания, ну, что тут такое, они продали имение, они идут довольны, они хотят посвятить много Господу, и под Роги говорят, ну, что, все отдадим или нет? Ну, вообще-то, кто продавал, все отдавали, ну, что, давай оставим себе, ну, давай, и согласились. Ну, вроде, братья и сестры, незначительно ложь. Если бы это сегодня было предоставлено нам, и мы продавали свои дома и имение, сколько бы у нас было Анания и Сапфир? Как бы мы искали выход, что-то припрятать на черный день. Вообще-то, это же мое. Но, братья и сестры, маленькая ложь. Мы видим, чем кончилась для Анания и Сапфиры. Мы можем очень просто, кто-то звонит, говорит, у тебя есть деньги, можешь занять? А я, что думаю, никогда не отдает. Сколько он не отдаст. Да, говорит, сейчас нету. Но я же обманываю. У меня есть, но я не хочу дать ему. Вот, братья и сестры, вот эта ложь, она фиксируется, на небе. Она фиксируется. Мы должны это понять. Поэтому слово Божие сегодня, потому, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему. Мы члены одного тела. Если я говорю ложь, эта ложь проникает в тело. Она скверняет. Ну, как Ахан. Помните книги Иисуса Навина? Там, вот он взял заклятое. Бог сказал, предайте заклятие Ерехон. Никто ничего не должен взять. Все должно быть уничтожено. Ахану полюбилась сенарская красивая одежда, слиток золота. Он припрятал у себя. все нормально, спрятал, солгал. Но он принес не только для себя беду и дома своего. Все они были побиты камнями. Представьте, Яхан и жена и дети. Нам это непонятно. Нам даже трудно об этом говорить. Они все были побиты камнями. Так повелел Господь. А сколько пало израильтян, когда они с этим грехом пошли к следующему небольшому городу Гая, сколько пало израильтяны. Тогда Иисус Навин разодрал одежду, перецки не упал. И Господь говорит, что ты одежду свою? Израиль сделал грех. Пока вы не уберете, братья и сестры, говорите истину. Я бы хотел положить на сердце, что вот это правда. Говорят тяжелая правда. Правду не любят. Поэтому в этой Нагорной проповеди есть такое заповедь блаженства, которые люди ищут правды. Любят правду. Это угодно Богу. 26 стих. Гневаясь не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И сразу 27 стих. И не давайте место дьяволу. Я бы хотел сегодня обратить внимание гневаясь не согрешайте. Вот братья и сестры просто сегодня надо сказать можно гневаться но не грешить. Вот я читаю современный перевод можете гневаться но не грешите. Вы должны избавиться от гнева до захода солнца. Ну что такое гнев? Негодование на кого-то. Ну вот представьте такой момент. Мне сообщают что ехал наш брат на 322 дороге попал в аварию. Ему очень было плохо. Рядом ехал вот мой брат к примеру я говорю посмотрел ой с ним возиться повернулся и уехал. Я после подскажу как ты мог это сделать? У меня гнев. Я ему высказываю как ты так немилосердно поступил? Но я не должен таить гнев до того чтобы у меня появится злоба. Ненависть к этому брату. Вот об этом гневаться допустимо. Когда мы видим поступки мы находим во втором послании Коринфи МК вторая глава или там дальше когда в первом послании написано Павел говорит извергните такого из среды вашей а потом написано смотря на его покаяние и Павел написал им послание обличил Коринфскую церковь то там написано какое у вас слезы негодование на виновного то есть они открыли глаза то они его как-то поощряли ничего пойдет там он сделал тяжкий грех а когда Павел открыл им что закваска квасит все тесто там написано негодование на виновного это гнев это допустимо и Павел Польша говорит вам лучше теперь уже простить его мы находим Господь Иисус также прям написано помните когда он зашел в одну из синагог и там был человек с сухой рукой ему стало жалко этого человека висит как плеть рука и он хотел исцелить но он знал что все сидят и смотрят неужели он в субботу посмеет и он так говорит можно ли делать добро в субботу или нет они молчали они были настолько вот ожесточены и написано и возрел на них с гневом он сказал тому человеку протяни руку эта рука которая никогда не двигалась как плеть висела она поднялась она стала здоровой и братья и сестры финиш какой они вышли и сделали совещание как предать Христа смерть обратите внимание дальше мы видим дважды написано как Христос выгонял торговцев из храма это действительно гнев праведный был это дом отца моего вы сделали его вертепом разбойником то написано с камня опрокинул деньги на щеков рассыпал ну это ж вообще поэтому братья и сестры порой гнев у нас бывает но он не должен гнездиться в нашем сердце поможет нам в этом Господь на этом мы закончим итак мы кончаем 26 стихом не давайте место дьявола там очень интересные мысли пусть Господь благословит нас в этом аминь 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 аминь